Славянская радио Всем здравия! С вами Народная Славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей, 19 апреля 2017 года, среда. По одному из старинных, восьмой день, месяца пассивного наречения, 7525 лета, шестица. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме энергетическое взаимодействие мужчины и женщины в роду. Автор-сказитель Дарислав Стариков. Здравия тебе, Дарислав! Здравия, Алексей! Здравия всем слушателям Народного Славянского радио! Всех приветствую! Как говорится, только с поля огорода на эфир. С корабля так и на бал сразу, да? Да, с корабля на бал. Так что полон, так сказать, сил изодора для эфира поделиться с вами знаниями, мудростью, теми, которые нам передали наши предки, вот, чтобы мы полноценно жили, развивались и созидали на благо наших родов. Вот давай как раз начнём с того, что такое есть род, про который мы будем говорить, то есть в роду. Ведь понятно, что, я имею в виду по названию, энергетическое взаимодействие мужчины и женщины в роду, понятно, что есть род вот такой земной, есть род, который более высокий, и есть тот род, который является основателем всего вообще, что мы здесь видим, чувствуем, знаем, которому принадлежат все рода, и земные, и небесные. Вот о каком роде мы с тобой будем говорить в сегодняшней передаче? Ну, сегодня мы будем разговаривать о роде земном, хотя, как гласит мудрость народная, как вверху, так и внизу, то есть всё мироздание строится по определённым конам, и вы знаете, что у нас в роду взаимодействие мужского и женского начала в семье, во Вселенной, у нас есть сварок батюшка, и лада матушка, супруги и их дети, сварожичи, которые управляют Вселенной. Да даже великий Рамха, увидев новую действительность, воссиял великим светом радости. Тоже просматривается двойное начало, мужское и женское. Вот, и... Но мы сегодня будем разговаривать для начала... Вначале я озвучу именно взаимодействие в нашем земном роду, в семье, как распределяются роли между супругом и супругой, потому что все вы прекрасно знаете, что такое оркестр. И когда в оркестре каждый очень хорошо знает свою партию, это отлично. Но когда он ещё слушает соседа, как тот играет, и старается с ним играть гармонию, то тогда этот оркестр звучит совсем по-другому. Поэтому раньше и говорили, что вот сыгранный оркестр, или семья живёт, душа в душу. То есть само понимание душа в душу, это говорит о том, что души соприкасались друг к другу, шло взаимопроникновение, что и есть само понятие любви. Но мы прекрасно знаем, что мужчина и женщина всё-таки разные, физически, энергетически, и выполняют разные роли. Соответственно, когда каждый знает её и выполняет, и помогает другому, то семья звучит, как хороший оркестр. Ну и, конечно же, когда эти роли не распределены, или же они распределены неправильно, то получается, как в басне. А вы, господа, как не садитесь, а музыканты не годитесь. И вы знаете, что раньше славянские рода славились своей силой, мощью, многолюдством, могуществом, потому что вот эти роли как раз они очень хорошо исполнялись, и каждый знал на своём уровне, что ему надо делать, вот как, чтобы род процветал. И если уже говорить о понятиях, что такое род и семья, то, конечно же, это немножко разные понятия. Род – это сообщество родичей, живущих, либо поблизости, либо в связи друг с другом, ну, как минимум, девять поколений. То есть, это чадо малое, которое только народились, это подростки или подростки, парубки, это молодёжь, зрелая, вернее, только поженившиеся, это зрелый возраст, на которых, как правило, всегда на их плечи лежала в основном материальное бремя, это те, кто уже перешёл этот период, там, за 50 лет, это бабушки и дедушки, которые как раз занимались знахарством, целительством, познавали мир растений, минералов, это были старцы, уже которые, там 80-90 лет, и те, которые уже перешли порог столетний, это уже, как раньше говорили, чадо малое только пришли от Бога, а эти собирались к Богу. Соответственно, они следили за устоями, они следили за порядком в роду, и вот это сообщество, оно было куда сильнее и мощнее, нежели сейчас современная семья. И вы прекрасно понимаете, что семья, которая вычленена из вот этого большого организма, она практически не имеет никакой защиты. У нее нет оберега. И поэтому нынешние семьи, они очень хрупкие, они очень подвержены влиянию стихийного мира и очень быстро распадаются. И, конечно же, если говорить о роде, то это должны быть бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, дяди, тети. Вот это сообщество, которое жило с пониманием и с родовым мировосприятием. Потому что, когда ты солист, это, конечно, хорошо, но солист, он исполняет только свою партию. Но, опять же, сегодня такая музыкальная тема, но она очень хорошо вот как раз отмечает то, что когда ты умеешь слушать других и умеешь с ними в унисон и гармонично существовать, это вот как раз понимание того, как надо жить в семье, понимая друг друга, слушая и выполняя то, что на тебя возложено. и сейчас, конечно же, эти роли мужские, женские, начала, они очень смешаны и очень нарушены вообще семейные устройства. Если брать нас, славян, потомков великих, великого народа, я думаю, что мы нынешние тоже не упадем, как говорится, в грязь лицом и тоже много что умеем. Поэтому достойны, я думаю, наших великих предков и я думаю, что нами гордятся тоже, потому что в столь суровое время мы все-таки остаемся в традиции, мы помним традиции наших предков, мы их соблюдаем и передаем нашим детям. Если посмотреть энергоновую структуру, то у белых народов одинаковое количество энергонов мужских и женских. То есть если брать их 16, то 8 мужских, 8 женских. Это говорит о том, что в нашей культуре роли мужчины и женщины не абсолютно равноправны. Это царь и царица. Это сварок и лады. Просто функции разные. Но такого, что женщина у нас является придатком мужчины, в нашей традиции такого нет. И женщина это полновластная и полноправная половинка единого целого, единого союза мужского и женского. И уже исходя из этого, конечно же, у нас все это основывалось на том, что супруги были равноправны, просто функции были разные. И вот об этих функциях мне бы сегодня и хотелось вам поведать. И мы будем рассматривать не только наше сообщество человеческое, но мы с вами затронем и животный мир. Вот раньше в школе был очень хороший предмет назывался природоведение, когда детям рассказывали о мире природы, о том, как он устроен, как живут растения, как живут животные. И это был очень важный предмет природоведение, потому что ведать природу нужно, необходимо это делать, ведь если мы возьмем нашу базу, на которой основывается наша жизнь, то это физическое тело, а физическое тело принадлежит к миру животных. Оно живет теми же правилами, что и в животном мире. Оно живет теми же инстинктами, и поэтому знать, как устроена природа, какими она оконами и устами живет, было всегда очень важно. И предки раньше и вплоть до современного времени детям объясняли природоведение с детства. И, конечно же, я считаю, что вот этот предмет, он очень важен. И мы с вами коснемся того, как же устроены инстинкты в животном мире, особенно инстинкт размножения. Мы с вами коснемся того, что такое любовь в природном мире, чтобы нам было проще понимать те процессы, которые происходят потом в нашей жизни, потому что они неразрывно связаны с природным миром. Мы же живем в природе и точно так же подчиняемся ее законам, как и все живые существа. Поэтому начнем мы с таких понятий, как раньше говорили, что мужчину называли ясный сокол, то есть за его ясный взор. Женщину называли, супруг называл душа моя. Это говорит о том, что мужчина, как носитель духовной составляющей, а дух, как вы понимаете, это информация, то есть это то, каким образом будет развиваться семья, в каком ключе она будет развиваться, ну, к примеру, какое будет вероисповедание, в данной семье, какая будет традиция, какая будет, ну, я не люблю слово философия, но понятно, то есть каким образом, по каким конам и устоям будет развиваться данная семья, данный род. И мужчина, как носитель образа крови и духа своих предков, он передавал это своим детям, и соответственно вот этот устой и передавался у нас по отцовской линии. Родовая книга передавалась тоже по отцовской линии, ее передавали от отца к сыну, и в этой родовой книге прописывалось по каким устоям живет данный род, к какому сословию он относится, какие наследственные качества передаются в данном роду, способности мужские, ну, и так далее. женская составляющая как хранительница домашнего очага, то есть ее была основная задача это повседневная забота и что очень важно у нее была распределительная функция. Вот сейчас некоторые мужчины берут эту функцию на себя, то есть я деньги зарабатываю, я якобы их и распределяю. На самом деле мужчина ущемляет женщину в такой важной роли, как распределение материальных средств, потому что женщина всегда ведала данными вопросами. Вы спросите доказательства, ну, доказательства очень простые. Если брать бояр даже 500 лет назад, как правило, это бояре всегда были служивые, то есть они на несколько месяцев уходили защищать границу. Вот. Соответственно, кто на хозяйстве оставался? Боярыня оставалась на хозяйстве. Супруга преданная и верная, которая не только следила за боярским хозяйством, следила за скотом, полями, за жилым, так сказать, помещением, она ведь еще и боярских детей воспитывала, взращивала и за ними следила. Вы понимаете, какая была ответственность на женщине? А если вдруг боярин погибал в бою, то на ней вообще, на нее воскладывалось полное, полностью на ее плечи ложилось обеспечение взросления подрастающих потомков, которые должны были войти в силу и принять отцовское наследство? И кто, как не супруга, распределяла материальные средства? И сейчас многие мужчины ущемляют в этом женщину, и женщина растет такая безответственная. А, мол, что мне, у меня муж выдели несколько тысяч, я пойду себе шоппинг устрою. Это не совсем верно. Женщина теряет ответственность и, соответственно, теряет свои функции. Ну, и самый простой, как раньше говорили, мужчина охотится, приносит домой добычу. А кто ее готовит, эту добычу? Конечно же, супруга. Она разделывает того же кабана, она его готовит и кормит всех, и супруга, и детей. То есть, у женщины очень важный, важное функция, распределительная. Она распределяет материальные средства между супругом, между детьми, между всеми домочадцами. И вот здесь очень важно, если вы молодой человек, который собирается выйти, вернее, жениться, и ищет себе молодую супругу, молодую половинку. Здесь раньше уделяли огромное внимание материнскому инстинкту. Потому что, если он у женщин развит, то можете не бояться потом за своих наследников. У женщин на самом деле есть функция детородная и функция именно материнского инстинкта. Некоторые женщины, у которых материнский инстинкт менее развит, нежели супружеская функция, то по смерти супруга она может выйти второй раз замов. Но женщина, у которой развит материнский инстинкт, она будет воспитывать наследника. И так как мужчина это все-таки активная составляющая нашего общества это деятель. И всякое в жизни бывает. Мужчины гибнут и на воина гибли. Ну и всякое бывает. Поэтому конечно же необходимо супругу выбирать сильным материнским инстинктом. Тогда вы можете не переживать за своих наследников. Она их вырастет, она их поднимет. И соответственно род продолжится несмотря на гибель человека главы рода. Ну как говорится не дай бог, но это были важные составляющие. И мне дед в свое время говорил до свадьбы смотри в оба, а после свадьбы смотри сквозь пальцы. Поэтому конечно же перед тем как дать разрешение на семейный союз очень долго велись определенные переговоры и договоры между родами. Но возвращаясь мы кстати можно озвучить и эту тему о том как вообще ну сватовство оно у всех народов было по-разному разные обряды но суть была одна. Вот то есть как молодые пары создавались вот какие обряды они проходили чтобы получить разрешение на освещение семейного союза как освещался семейный союз вот то есть это очень важные составляющие взаимодействия энергетического алексей вот я бы хотел спросить как ты думаешь озвучивать нам в данном эфире эти все важные такие темы давай так мы с тобой чтобы не комкать все вместе сначала раскроем тему энергетического взаимодействия мужчины и женщины и если у нас останется время то мы тогда еще поговорим и про семейный союз и про освещение и как это все происходит потому что тема важная и большинство людей кроме как попойки на так называемой свадьбе и хождение в ЗАГС ничего об этом деле не имеют представления не представляют что это такое поэтому тема важная но я предлагаю не комкать я предлагаю все таки поговорить про энергетическое взаимодействие а дальше уже будем смотреть если время останется поговорим если нет то мне кажется лучше посвятить отдельный эфир вот этой очень и очень важной теме хорошо так вот мы сейчас с вами рассмотрели что мужчина это носитель духовной составляющей устоев которые в семье в роду передаются из поколения в поколение а женщина это распределитель материальных средств и в родах раньше и сейчас кстати у татар казанских когда у них была по-моему несколько лет назад олимпиада или юношеская олимпиада не помню как она называется ну вот там они значит представляли как раз большой такой нагрудник то есть женщина они передавали мастерство именно умение рукодельничать вот то есть и когда молодым давали то есть они освещался семейный союз создавалась новая семья то женщина наполняла род отца выстраивал терем а род супруги наполнял его утварью и хозяйством то есть и в этом было показано равноправие членов то есть равноправие супруги и супруга и после того как они объединялись раньше говорили так мужчина хозяин во дворе а женщина в доме то есть весь поддержание порядка в самом тереме внутри это конечно же была женская функция полностью а поддержание вообще порядка в целом во дворе и его строительство и расширение это была мужская обязанность и если мы внимательно опять же слушая традицию не раз слышали такое выражение что женщина берегиня а каким образом она берегет мужчин если мы посмотрим на зачатие как происходит а все же вырастает из малого зернышка но строится по одним и тем же законам зачатие происходит следующим образом яйцеклетка открывается и вовнутрь проникает семечка и дальше плод начинает развиваться внутри яйцеклетки и оболочка яйцеклетки потом со временем становится околоплодным пузырем из которого и рождается на свет чада вот на этом принципе и основывалось энергетическое взаимодействие то есть женщина впускает мужчину вовнутрь она его впускает в свое физическое тело чтобы зачать чада и она впускает его в свое сердце и в свою душу то есть мужчина развивается в ее поле энергетическое как плод развивается в яйцеклетке и все мы чада божьи развиваемся в утробе матушки земли у нее внутри мы развиваемся и вот как супруг как женщине больно когда большой уже взрослый ребенок перед родами начинает разворачивать плечики толкаться и упираться ногами и руками вот точно так же больно матушке земле когда мы здесь выросли и начинаем здесь ее бурить копать мы ведь в ее утробе находимся мы у нее внутри соответственно мужчина развиваясь в жизни он находится в поле супруги всегда поэтому она всегда чувствует что с ним где он хорошо ли ему плохо ли ему она это всегда чувствует сердцем ну естественно она является сторожевой системой так как он находится в ее поле то сторожевая система всегда срабатывает если появляется на скажем так на горизонте другая женщина то есть если брать условную этимологию ре повтор в в направлении носить то есть повторный внос сторожевая система начинает срабатывать сразу и женщина чувствует что энергия потекла к другой женщине то есть в ее сферу пытается проникнуть другая энергия соответственно она это чувствует и она начинает мужчине всячески показывать что дорогой мой ты там не заглядывайся я то ведь это все вижу и чувствую и пока мужчина находится в этой сфере эта сфера его поддерживает энергетически и оберегает но представьте что мужчина ушел на войну а женщина сама отвлеклась и ее сфера переключилась на другого но это сразу же как с воина снять полностью все доспехи всю кольчугу полностью оголить его и выпустить воевать вот то же самое с воином происходил и женщина раньше бояриня никогда ну всякие случаи бывали но в традиции она понимала насколько важно думать только о супруге и даже не позволять мысли там в другую сторону потому что вся сила ее сила мужчина не важно где он находился хоть на другом конце галактики он все равно находился в ее сфере потому что для магии расстояния физических не существует и вы наверное неоднократно замечали особенно те кто женат и те кто замужем женщины могут действительно подтвердить что в ее поле потом появляются еще и дети и всех она сердцем чувствует и она чувствует что кому-то где-то плохо она начинает волноваться она начинает тревожиться тем самым усиливая поток силы на то чтобы уберечь мужчину от внешнего воздействия чем сильнее женщина волнуется тем больше у нее уходит сил на поддержание бережного круга и она слышит так и детей и стоит только женщине ну по крайней мере много было случаев когда мужчины рассказывали как только женщина расслабится вроде бы все хорошо он там поехал к маме а он в этот момент в аварию попадает и таких случаев полно что вроде бы немножко отвлеклась и получается что женщина она действительно хранительница домашнего чага как правило женщины реализовывались в чем-то в каком-то мастерстве у них у них были свои какие-то посиделки женские магия была знахарство и так далее вот потому что конечно же без полностью отдаваться семье и детям это очень сложно нужно где-то подпитываться а человек подпитывается всегда в труде когда что-то творит он его душа наполняется всегда силой поэтому женщины очень много трудились и ткачеством занимались и расшивали то есть вот именно рукоделие помогали им восстанавливать силы ну и соответственно супруг когда приезжал из дальних походов естественно он компенсировал ей те затраты расходы шубу новую там и так далее вот и поэтому раньше мужчину всегда определяли по состоянию супруги если супруга красивая нарядная если она румяная всегда в хорошем настроении многодетная ну всегда говорили что супруг мужчина сильный хозяйственный добротный все у него как говорится в добром здравии вот это устои это наше так сказать божественное человеческое понимание взаимодействие но как мы уже говорили есть ведь еще и инстинкты то есть где-то рождение оно конечно же основывалось на двух основных великих принципах то есть это устой это правильно созданный семейный союз это правильное отношение мужчине к женщине это взаимная любовь взаимное уважение оно ведь это но были еще и инстинкты а вот как раз инстинкты то есть сам момент зачатия он относится уже к природной сфере и здесь тоже протекает очень важное энергетическое взаимодействие и здесь нужно вернуться в школу на урок природоведения и внимательно посмотреть как это происходит у животных потому что мы подчиняемся тем же законам и правилам и соответственно мы должны знать и учитывать как работают инстинкты если мы посмотрим у животных как это происходит вот например у оленей олень у них начинается брачный период весной самка оленя такая серенькая незаметная стоит в сторонке значит травку живет а за нее бьются олени красавцы сильные могучие бьются за ее внимание и за то чтобы зачать потомство что в этот момент происходит ведь олени когда соревнуются друг с другом и ломают друг другу рога они ведь тратят силу не только физическую они ведь тратят еще силу и психическую спрашиваются куда вся эта сила уходит ну конечно она уходит самки а зачем самке столько энергии понятное дело на зачатие и на вынашивание потомства и кому она отдаст предпочтение самому сильному потому что природные инстинкты они говорят о том что продолжает свое потомство самый сильный соответственно когда закончились битвы оленей самка наполнилась энергией вот и отдалась так сказать сильному как в условиях так сказать природы таких понятий как секс их нет есть зачатие соответственно олень он потратил очень много психических сил и у него остается только зачать то есть оплодотворить самку он так сказать на нее вскакивает и делает дело сразу потому что у него нет времени там долго этим процессом заниматься может соперник в бок кольнуть или волк выскочить откуда-нибудь не означает то есть у него это происходит очень быстро вот исходя из вот этих вот моментов мы понимаем что женщин женское естество открывается когда женщина наполнена силой а мужчина у него желание появляется когда он наоборот истощен истрачен так работают инстинкты то есть ты сначала побился с оленем потратил силы вложил но когда они тратятся они-то тратятся на самку то есть мужчина ей отдает силы она этими силами наполняется и соответственно он засеивает семя и она уже растит тогда его плоды когда мы возделываем землю засеиваем огород все происходит точно так же мы прольем 40 потов чтобы скопать землю чтобы ее удобрить чтобы ее взборонить взрыхлить и только в конце семена кидаем все семя кинул и дальше уже продолжаем ухаживать и ждать урожая и вот здесь то же самое получается что в современных семьях очень часто у мужчины происходят осечки ну как говорится только и сразу пшик и все женщина остается грубо говоря неудовлетворена вот и самое главное что очень часто происходит так что мужчина приходит с работы говорит жена пойдем а жена говорит а у меня голова болит ну то есть у нее естество вообще никак не реагирует она конечно старается понять ну почему он же супруг вот там ходит смотрит какие-нибудь там видео как стать более женственной там более сексуальной но естество все равно не открывается почему у нас сейчас есть такое понятие как система соответственно мужчина все свои силы тратит в системе ну либо там занимается каким-то своим делом то есть он растрачивает не на супругу не ее наполняет силой а наполняет силой что-то другое но инстинкта то после того как он силы психические растратил говорит надо осеменить естественно у него возникает желание а женщина она же не получает ничего ну да у него там бывает период зарплаты например тогда может быть еще когда они сходят там он ей что-то купит как-то обратит ей внимание у нее тогда там все и работает все как положено а так в повседневной жизни она же ведь не получает от мужчины ничего она тоже приходит вымотанная с детьми целый день занималась вот и мужчина еще приходит такой же вымотанный и говорит пойдем ну она конечно соглашается что делать но радости она от этого не испытывает потому что ее естество силой не наполнено соответственно оно и не включается и вот понимая это как работает инстинкт соответственно уже делать нужно вывод что если мужчина хочет чтобы у него в семье было все хорошо и в плане материального достатка и соответственно с супругой все было замечательно он должен понимать что силой он должен не только наполнять свою работу свой бизнес там еще что-то а непосредственно свою супругу ее непосредственно нужно наполнять силой для того чтобы у нее включались ее естественные так сказать органы потому что по другому у нее это не включается она конечно согласится с вами там отдастся но радости от этого не испытает и здесь очень важно мужчине научиться самому распределять эти силы то есть не вычухиваться до скажем так последнего издыхания там где-то на работе или еще где-то а все-таки если вы хотите что-то еще помимо того чтобы просто вам супруга улыбалась оставляйте силы непосредственно для нее либо это поход в магазин кстати вот есть несколько методов как подзарядить женщину эти методы мужчины их не очень любят но зато женщину они заряжают очень хорошо поход женщины в магазин очень сильно их бодрит зато мужчина это уже целый анекдот по этому поводу связан как он там ходит по примерочным это очень тяжело мужчинам дается но зато женщина наполняется в этот момент вашим вниманием выйти выдумайте только о ней больше ни о ком вот соответственно она подзаряжается и она потом вас отблагодарит проверьте вот далее это конечно же массаж не только спина вот лучше всего набирают у женщин ноги то есть массаж стопы ну это вообще универсальное средство чтобы женщине возместить те растраты которые она скажем так потратила за жизнь не то же за день за жизнь вот то есть вот эти вот простые такие вот моменты они очень важны и они действительно возвращают женщине силу чтобы у нее возникло к вам какое-то желание или какая-то близость и здесь еще очень важно понимать такой момент что в семье энергетическая чаша одна на двоих если это супруг и супруга а если еще это чада малый то на всех одна на всех и поэтому ее всегда наполняет все вместе тратит все вместе но тратит как правило наиболее активно если это супруг то он занимаясь своим делом там на работе в бизнесе он всегда будет тратить большую часть и вот здесь очень важный момент мало кто из мужчин ну если женщина активна то и женщина мало кто из тех кто активен замечает когда заканчивается своя сила и когда человек начинает тратить силу своей семьи и он может потерять семью он может потерять супругу она от него уйдет он может потерять здоровье детей свое здоровье здесь очень важно вот вот этот момент почувствовать увидеть пример мужчина целый день там занимался делом пришел домой уставший думает сейчас супруга его встретит радостно с супом а супруга сидит смотрит на него а у нее аж жеваки двигаются то есть она вроде бы сдерживается но жутко хочет ему закатить скандал он спрашивается у него естественная реакция ты мол типа ты чего сдурела я тут целый день вкалываю чтобы нас обеспечить и прихожу домой а ты мне закатываешь здесь истерику и самое главное она будет ее закатывать эту истерику и она уколет мужчину самое больное он взорвется ей полегчает спрашивается почему так происходит да потому что мужчина не заметил тот момент когда он перегнул палку когда он съел свою энергию а потом еще энергию жены а еще энергию детей и получил результат женщина осталась без подпитки вот ее обесточили естественно ей нужно получить компенсацию и она это сделает непроизвольно она потом конечно извиниться там или еще что-то но это произойдет поэтому мужчинам все-таки как мужчина активная сторона и в нашей традиции все-таки мужчина был добытчиком я всегда советую всегда наблюдайте за своей супругой насколько ей хватает сил потому что созидаете вы всегда в ее поле если у нее заканчиваются силы то она спас их потом потребует компенсацию в виде скандала или истерики и здесь еще очень важная составляющая того что многие мужчины обижаются что женщина их не поддерживает не поддерживает их в их начинаниях вот здесь скроется главный секрет дело в том что наша задача завлечь женщину своими проектами не принудить ее к этому проекту а именно завлечь доказать ей составить бизнес план объяснить что вот это принесет нам и материальный достаток и процветание рода и женщина должна вам поверить если она вам не верит соответственно она не доверяет вашему выбору в том числе материальному вы понимаете что женщина все таки ближе к материи ближе к матери она распределительный центр она выделяет средства на ваш проект и она чувствует выгодит в этот проект реализуется или нет если она почувствует что он не реализуется то она вам согласия не даст на него а если даже согласиться с вами вынужденно то проект может не получиться поэтому здесь женщина должна быть уверена что ваш проект действительно правильный то есть вы правильно выбрали место для строительства дома вы правильно организовываете свое дело и здесь именно женщина выделяет силу выделяет энергию на ваше созидание есть такой даже тренер Палкин он значит занимается с бизнесменом и он говорит однозначно если вы затеиваете новый проект то обязательно включите в него свою супругу то есть объясните ей важность если она вас поддержит то вероятность удачного завершения данного проекта практически стопроцентная и он еще говорит очень важную вещь я с ним согласен у нас в традиции тоже поддерживалось то есть когда женщина радуется когда женщина ну как как сейчас современные современное слово не совсем корректно наверное кайфует когда вы делаете массаж когда вы ее радуете выделяется огромное количество энергии созидательной плодородной энергии которая помогает мужчине реализовываться материально я сейчас не говорю о духовных практиках потому что мужчина духовно развиваться может и сам а вот материальном мире мужчина развивается всегда за счет матери за счет супруги потому что если брать энергетическое взаимодействие между мужчиной и женщиной то чисто физиологически вы можете наблюдать что снизу мужская плоть входит в женскую плоть и излучает а сверху женская плоть входит в мужскую плоть то есть материнская грудь и сосок и рот ребенка нас женщины питают своей силой своей души сначала питает мать потом питает супруга мужчину вообще растят до 40 лет только в 40 лет он начинает сиять он начинает отдавать он начинает греть всех остальных до 40 лет мужчину растят женщины если вы внимательно посмотрите то за любым успешным человеком всегда стоит супруга или мать то есть обязательно стоит женщина потому что мужчине материальные средства как таковые не нужны у него задачи другие он его дух развитие духа поэтому он созидает для супруги и детей в материальном плане и супруга вот мы знаем генеральщ очень много а генералов в юбке всего одна Жанна Дарк и ту спалили то есть женщина она растит мужчину и тем самым поднимая его по социальной лестнице она поднимается вместе с ним такова женская доля так создана женщина то есть она растит мужчину она его поднимает и очень часто когда мужчины меняли женщин они полностью меняли свою судьбу таких примеров в истории полно даже тот же Наполеон как только он женился на датской принцессе и забыл свою Жозефину он сразу же проиграл и у него вся его карьера рухнула и в итоге он оказался узником на острове таких примеров очень много и мужчину частенько подбивает особенно когда он окрыляется встает на крыло становится сильным его конечно подмывает завести себе молодую девушку женщину но если они с супругой строили материальное дело вместе то молодая женщина может все разрушить полностью потому что он до этого все строил на энергии своей супруги и соответственно он был такой красивый и блестящий весь именно за счет ее силы а здесь ведь мы же воздух не замечаем пока его кто-нибудь не испортит и мужчина очень часто не замечает той роли которую женщина для него играет пока не потеряет это только потом он начинает понимать что он имел но уже поздно и вот эта молодая приходит на место той проверенной надежной которая прошла с ним огонь и воду вырастила из него из студента вырастила предпринимателя и бизнесмена и тут он решает что все уже пора менять ложи и что происходит а эта молодая она же пришла на все готово и говорит а я не собираюсь тебя кормить а когда отключает старая супруга забирает свою энергию мужчина начинает все рушиться вся его империя все начинает разрушаться потому что оно было построено на энергии жены а молодая она либо не захочет встраиваться в нее либо не может либо у нее энергия другая ведь он смотрел не на душу он ведь смотрел на тело вот он и получил то есть он теряет бизнес теряет здоровье ну и вообще и теряет семью поэтому здесь конечно же нужно подумать прежде чем давать волю своим инстинктам а именно инстинкты мужчину порой подбивает на то чтобы завести еще одну женщину ведь у нас этот важный закон во вселенной существует у нас олени живут стадами где один олень и много олених у нас куры живут у нас очень много животных живут именно стадным инстинктом то есть где один самец и много самок и этот инстинкт он неразрывно и не непременно влияет на всех мужчин и я не знаю ни одного мужчину у которого не возникала мысль завести еще одну ведь инстинкт даже ярила солнца он является многоженцем вокруг него 27 земель крутится а он один всех игре держит освещает и так далее то есть в природе да эти законы есть эти устои есть но наши устои и наши заповеди богов гласят на единую жену должен муж посягать а иначе спасение вам не узнать от чего спасение ведь все мы находимся в мире стихии природы но наш ведь путь вернуться обратно вернуться в следующий перейти в следующий гармоничный мир 16 мирный а не постоянно воплощаться в явный мир и вот здесь еще один очень важный момент если вы посмотрите физиологически то сперматозоиды яйцеклетка если они не объединятся они погибают то есть их форма жизни конечна мужчина и женщина точно такие же начала и они точно так же воплощаются до тех пор пока не найдут и не обретут каждой свою половинку и только вот эта гармоничная форма создает новый организм который начинает и переходит в следующий мир поэтому очень важно было найти свою единственную половинку не облепиться этими половинками со всех сторон а только одну найти именно с ней создать то что будет жить дальше поэтому раньше женщины уходили за своими князьями вместе если князь или боярин погибал то если не было малолетних детей которых нужно было воспитывать женщина старалась уйти вместе с ним потому что она понимала что ей больше здесь делать без своей половинки нечего и были случаи когда им мужчины уходили точно так же да и сейчас вы знаете что старики которые долгое время прожили вместе долго друг без друга не живут если уходит один то через некоторое время обычно небольшое уходит и другое потому что они стали за долгие годы стали единым целым ну и еще очень важный такой момент половинки не создаются они объединяются здесь на земле потому что каждый приходит в явный мир сюда и получает свои уроки каждый приходит в свою наследственную память а эта память может быть у кого-то больше боли у кого-то меньше боли кстати об этом очень хорошо говорит сказка про царевну лягушку о том что внешний вид не всегда являлся показателем что нужно было душу чувствовать и таких сказок у нас много когда отец помните морской царь он взял и своих дочек размножил и сказал Ивану найди свою и только сердце ему подсказало какая моя какая его поэтому нужно не внешний облик искать а душу искать родственную потому что вы будете создавать душами новый мир вдвоем вместе когда у супругов нет общих интересов этот союз ненадежен и этот союз не проживет долго потому что они не строят общее они не строят и не созидают вместе как единое целое они каждый живет в своей жизни соответственно и жизни рано или поздно все равно разойдутся в разные стороны поэтому молодые перед тем как осветить семейный союз они писали сказки если эти сказки совпадали они писали друг от друга отдельно эти сказки совпадали тогда им давали согласие на освещение семейного союза это немножко другая тема как мы уже сегодня сказали поэтому энергетические взаимодействия мужчины и женщины в роду как я уже сказал строится на двух принципах это божественное правие и инстинктов животного мира и это важно учитывать и то и другое потому что действительно по закону праве по устоям праве супруга обязана рожать детей и соответственно не должна препятствовать а вот по закону инстинктов она обязана рожать детей только когда ей сил дадут на это понимаете вот и вот эти важные функции инстинктов и божественное праве нужно нужно учитывать и тот и другой ну я наверное закончил так сказать излагать темы потому что эта тема большая и она цепляет много других тем вот но вот вкратце я все-таки постарался изложить как можно подробнее несколько таких аспектов во первых что мужчина развивается в поле женщина она является для него впереди ней далее что касается хозяйства то мужчина наводит порядок во дворе женщина в доме то что они равноправны абсолютно в наших традициях как царь и царица как лада и сварок только несут разные функции инстинкты работают только после того женское естество наполняется силой и возникает желание а мужское истощается после того как он напахался в поле только после этого семя сеется они в целину кидаются ну и ну наверное на этом и все понятно ну что ж раз доклад закончен раз начальник транспортного цеха выступил то мы тогда сделаем небольшую музыкальную паузу а дальше начнем отвечать на вопросы которые поступали к нам из чата народного славянского радио и из канала ютуб итак 3 минутки 20 секунд у нас есть чтобы расслабиться послушать хорошую песню а потом вернуться в студию и начать слушать уже ответы на вопросы народное славянское радио для пытливых умов продолжение слушайте в следующей части в следующей Субтитры создавал DimaTorzok